С вами программа День города. В студии Марина Комиссарова. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Будьте внимательны. На дорогах гололедица. Сотрудники ГИБДД дают советы относительно зимнего стиля вождения. Новая эра пешеходных переходов. В Рязани запущен проект, призванный сделать нерегулируемые переходы максимально безопасными. Проверила эффективность нововведений наша съемочная группа. Зима близко. Участились жалобы рязанцев на недостаточное отопление в квартирах. Прокомментировал начало отопительного сезона и многочисленные жалобы рязанцев губернатор области Олег Ковалев. Я получаю больше жалоб обращений граждан, чем в прошлом году сейчас. То где-то недотапливают, где-то теплотрассы не заэлемированы остаются. Где-то выключают непонятно как, не предупреждая людей, не дают это. Поэтому еще раз прошу провести тщательные проверки, где у нас какие жилые дома в городе Рязани, в других муниципальных образований, какие остаются без тепла или же недотапливаются до нужных температур. Вчера наша съемочная группа подготовила сюжет о том, как проходят проверки газового оборудования в жилых домах. Глава региона высказался и по поводу готовности газовщиков к новому сезону. По состоянию на сегодняшний день проведено 396 проверок внутри домового газового оборудования. Обнаружено 193 различного рода нарушений правил эксплуатации и содержания газового оборудования. То есть это 48,7% числа проверок. Это очень высокий процент. Уже сейчас понятно, что необходимо еще усилить контроль здравоустановки и эксплуатации газового оборудования. С наступлением холодов дороги становятся более опасными. Автолюбителям рекомендуется не только вовремя заменить летнюю резину на зимнюю, но и пересмотреть стиль вождения. Объясняют правила поведения на зимней дороге сотрудники ГИБДД в рамках очередного рейда. Поведение на дорогах и зимний стиль вождения. В Рязани состоялась совместная акция сотрудников ГИБДД и студентов автотранспортного техникума. Мероприятие проводят, когда на улице меняются погодные условия и водители оказываются в сложной психологической обстановке. Им нужно не просто переобуть машину в зимнюю резину и запастись незамерзающей жидкостью, а изменить само поведение на дороге. В летний сезон привыкают ездить, совершая более резкие маневры. В неблагоприятных погодных условиях водителям необходимо помнить, что тормозной и остановочный путь транспортного средства значительно увеличивается. Совсем по-другому могут вести себя механизмы. В рамках акции молодые люди проверяют знания водителей, задавая каверзные вопросы. Как правильно входить в поворот на скользкой дороге? Что нужно сделать, чтобы при длительной остановке на стеклах не образовывалось наледь? Какое пространство впереди себя важно контролировать во время снегопада? Но это не экзамен, а дружеская беседа, где люди делятся личным опытом, которого обычно не хватает женщинам и начинающим водителям. Я сам водитель, и безопасность должна быть всегда и везде. Мне самому будет спокойнее ездить по этим дорогам. В принципе, наверное, надо, чтобы были такие акции, чтобы люди могли немножко задуматься над тем, когда переобуваться в зимнее время, а не ждать снег. Вот я теперь прикинула, что нужно пораньше менять. В рамках акции водителям выдают небольшие брошюры с советами и напоминаниями. Их можно изучить дома в спокойной обстановке, а также удобно брать с собой в поездки. Организаторы надеются, что это поможет людям переключиться на зимний аккуратный стиль вождения и не растеряться в постоянно меняющихся погодных условиях. Нерегулируемые пешеходные переходы – места, особенно опасные как для автолюбителей, так и для пеших граждан. В городе запустили проект, который призван обеспечить безопасности тех и других за счет привлечения с помощью различных средств внимания к таким участкам дороги. Подробнее в следующем сюжете. Мигающий желтый светодиодный светофор Т7, работающий на солнечных батареях. Такое средство предупреждения водителей появилось на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах города, преимущественно рядом со школами для безопасности самых любознательных и озорных членов общества. А также удобство всех участников дорожного движения. Для оборудования перехода около 43-й школы потребовалось почти 400 тысяч рублей. В стоимость входит нанесение разметки, удаление пней и деревьев и многое другое. Там мы сделали две искусственных неровности. Ограждение пешеходное устанавливается. То есть это один погонный метр – 2500 рублей. Где-то порядка 200 тысяч стоит именно этот светофор Т7. То есть в эту стоимость входят опоры, кронштейны над прежней частью, солнечные батареи, аккумулятор, ну и дорожные знаки вот эти с лампочками. В Рязани уже есть семь таких пешеходных переходов. Проект по их установке был запущен в прошлом году. Тогда был установлен один светофор. А уже в 2016-м появилось шесть таких предупреждающих объектов. Так что можно говорить о том, что Рязань делает шаг в будущее, внедряя передовой опыт. Светофоры Т7 – очень независимые объекты, не требуют платы за электроэнергию. Они удобны тем, что их не нужно подключать к электрическим сетям, частным домам, к магазинам. Из этого вытекает, что пешеходные переходы по таким технологиям можно оборудовать где угодно. Поэтому в рамках Организации безопасности дорожного движения они появляются и на опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП. У нас, например, на Рязском шоссе, Химволокно, там было очень много случаев наездов на пешеходов, в том числе и со смертельным исходом. И мы там в первую очередь в том году поставили такой светофор. Вот, насколько мне известно, в этом году там не было у нас несчастных случаев, связанных с этим. И пусть проект пока находится в тестовом режиме, можно говорить о том, что он уже приносит свои плоды. За год дирекция по благоустройству города опытным путем выявила, какой мощностью должен обладать аккумулятор светофора, чтобы светодиоды продолжали мигать всю ночь. В изначальном варианте объема батареи не хватало. Следующим преобразованием светофоров Т-7 станет появление на самих знаках пешеходных переходов новых маленьких лампочек. По четыре на каждый в углах дорожных знаков. Это будет сделано для того, чтобы еще больше обратить внимание водителей на пешеходов и привлечь их к бдительности на дороге. На выезде из города Сасово Рязанской области автомобиль переехал в спящего на дороге мужчину. Инцидент произошел во вторник 8 ноября примерно в 4 часа 40 минут, неподалеку от поворота на Лукьянова. Водитель «Шевроле Круз» наехал на мужчину, спящего на дороге. Уже известно, что уснувший на проезжей части местный житель был пьян. После ДТП он остался жив, получив рану лица и вывих бедра. Как объяснил водитель в своем обращении в социальных сетях, видимость на дороге ухудшилась из-за тумана, и он не заметил, что на пути лежит человек. Он же выложил в сеть видео с регистратора, на котором запечатлено происшествие. Еще одно необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в областном центре. Около торгового центра Рязанский Ниссан пытался припарковаться и упал на ниже стоящий Мерседес. На видео с камеры наружного наблюдения хорошо прослеживается этот момент. Инцидент произошел вчера вечером около Гранд-отеля. Официальной информации по данному поводу не поступало. Особый интерес к экономическим процессам, происходящим в стране и мире, возник в связи с непростой кризисной ситуацией, сложившейся пару лет назад на мировой арене. Эта ситуация кого-то повергает в депрессию, а кого-то мотивирует развиваться. Причем, вторых немало, в том числе в Рязани. Поэтому такой многочисленной оказалась аудитория слушателей, пришедших на лекции и мастер-классы к известному экономисту. Александр Бузгалин приехал в Рязань по просьбам научной общественности. Выбор пал на него неспроста. Ученый является доктором экономических наук, директором Института соцэкономических исследований, почетным профессором МГУ и главным редактором журнала «Альтернативы». Во время встреч со студентами были прочитаны лекции на тему научно обоснованного размера вмешательства государства в экономику и социальные процессы. При условии, весьма вероятном, что ничего не изменится в экономической политике, которая сегодня проводится федеральными властями, рязанцев ничего не ожидает. Все будет так же, как сейчас. Это скорее печально, чем радостно. Если рязанцы хотят, чтобы их ожидало что-то другое, надо шевелиться. Шевелиться и думать, предлагать альтернативы, просыпаться, рождать региональные альтернативы. Вместо того, чтобы делать деньги любой ценой и проводить время счастливо, наслаждаясь шопоголизмом, они вместо этого почему-то спасают речки, ходят в походы, помогают ветеранам. Дураки какие-то, правда? Сколько денег можно сделать? Столько шмоток купить. Они занимаются какой-то ерундой. Вот рассказывайте про них. Чем больше их будет, чем сильнее они будут, чем больше будет ваше телевидение и все остальное им помогать это все делать, тем интереснее будут инициативы. Федеральное правительство не знает, что будет делать. Рязанское правительство и власти вполне могут проводить вот эти селективные программы, поддерживая одну часть бизнеса и, извините, давя другую часть бизнеса. По мнению экономистов, в России сложилась система, где невидимая рука рынка указывает в сторону стагнации, вывоза природных богатств и обогащения олигархов. Поэтому необходимо вмешательство государства. Нужно выбрать приоритетные отрасли. В этот список должны войти атомная промышленность, космонавтика, медицина, образование, точное машиностроение. Для их предприятий надо снижать налоги, организовывать госзаказ на продукцию, гарантировать ее реализацию, предоставлять им госинвестиции и дешевые кредиты. А в тех сферах, которые для страны не приоритетны – посредничество, финансовые спекуляции, торговлю предметами роскоши, установить высокие налоги. Разным должно быть и отношение к предпринимателям. Бизнесменам, работающим в стратегических отраслях, нужно дать льготы. А вот, к примеру, финансистам не стоит выделять помощь из бюджета. Доминирующая политическая сила, читатель догадается, кто это такие, правильно? Значит, я скажу следующее. Экономическая политика, которая проводится в стране, эта политика является смесью феодальных методов с праволиберальным рыночным фундаментализмом. Феодальные методы – это когда губернатор поднимает телефон и звонит частному собственнику, которому он, по идее, ничего не может приказать. Он может действовать только через законы. Он ему звонит и говорит, Федя, будь добр, вот то-то, то-то и то-то сделай. Хорошо, если он говорит, Федя, посади деревья, потому что тут после мороза деревья померзли, да, посади. Неважно, откуда деньги возьмешь, посади, к людям будет хорошо. Другое дело, если он говорит, Федя, продай вот это свое предприятие, вот этому пейте. А если не продашь, к тебе пожарная инспекция придет и объяснит, что тебе все равно его надо продать тут же серьезно и сейчас, да. Так называется ручное управление, феодальная вассальная зависимость. Какие-то методы внеэкономического принуждения, деформирующие рыночную экономику, если говорить на строгом языке. Состоялся и круглый стол с участием общественности наиболее активных студентов и преподавателей радиоуниверситета. Также Александр Бузгалин провел мастер-класс для молодых ученых в вопросу создания научных текстов и наиболее выигрышных методов подачи информации. Главный женский телеканал «Домашний» поднялся на пятую строчку в рейтинге телеканалов. Уже долгое время городской является партнером телеканала «Домашний». Любой день, несмотря на погоду, станет теплым и солнечным, если вы проведете его в компании «Домашнего». За более чем 10 лет работы этого канала он успел полюбиться миллионам зрителей по всей стране, в том числе и в нашем городе. Телекомпания «Город» является партнером канала «Домашний» с 2009 года. Кроме того, этот телеканал входит во все пакеты кабельного телевидения «Видикон». Изначально «Домашний» позиционировал себя как телеканал для всей семьи, ориентированный на семейные ценности. Личные взаимоотношения, воспитание детей, кулинария, психология, различия полов – вот далеко не полный список тем, освещаемых телеканалом «Домашний». Разнообразные программы, ток-шоу, фильмы и сериалы, в том числе и собственного производства, вызывают живой интерес у главной целевой аудитории – женщин в возрасте от 29 до 59 лет. Именно благодаря этому 6 ноября «Домашний» в очередной раз смог войти в пятерку ТВ-лидеров с долей 5%. Наш телеканал, в свою очередь, старается следовать общей направленности домашнего, размещая на нем программы собственного производства, которые наверняка будут интересны целевой аудитории главного женского телеканала. Все это делает «Домашний» одной из самых удачных площадок для размещения рекламы. А телекомпания «Город» поможет вам сделать это на специальных выгодных условиях. Вернулись без самовара, но с кубком. Команда «Юниор» приняла участие в первом региональном этапе всероссийского турнира по футболу среди детских команд, который прошел в Туле. В соревнованиях участвовали дети из 10 городов. Юные футболисты боролись за кубок турнира и оспаривали участие во всероссийских соревнованиях. За трофеем отправились сразу две команды – сборные юниора 6 и 7 лет. В первый игровой день за кубок сражались футболисты 2009 года рождения. Ребята очень старались в дебютном для себя турнире. Где-то не повезло, а где-то соперник был сильнее. Однако нашим спортсменам удалось одержать две волевые победы и по итогу поделить четвертое и пятое место с воронежскими футболистами. Во-первых, опыт. Во-вторых, общение. В-третьих, они чувствуют себя совершенно уже по-другому. И у них возникает какое-то ощущение взрослости. Они появляются ответственность. Поэтому эти соревнования очень важны. Во второй день в игру вступили шестилетние юниоры. Из первого матча всем стало понятно, что наши футболисты будут одними из фаворитов турнира. Лизанцы выигрывали одну игру за другой. На площадке блистали нападающие нашей команды Данила Евдощук и Егор Мишин. На двоих они забили 15 мячей. Чувствую, что мне не хватает сил и гордость. Лизанские футболисты провели шесть матчей, одержали пять побед и одну игру, сыграли в ничью. При этом не пропустили ни одного гола в свои ворота. Забив соперникам 22 мяча. И только по этой разнице забитых и пропущенных стали вторыми. По итогам турнира два игрока нашей команды были названы лучшими. Егор Мишин стал лучшим нападающим, а Данила Евдощук – лучшим игроком турнира. На этом у меня все. Больше новостей, а также авторские проекты и интервью с интересными людьми на нашем обновленном сайте город62.tv. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Мы стараемся держать вас в курсе самых важных и интересных новостей. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok